Приют последней надежды. Дом ночного пребывания для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в зимний период переполнен. Не исключено, что этот социальный объект может быть расширен или открыт аналогичный. В доме ночного пребывания стараются накормить, одеть, то есть оказать посильную помощь каждому человеку, кто переступил порог. Но есть и исключения. Для Евгения приход в дом ночного пребывания уже третий по счету. У мужчины нет ни родственников, ни своего жилья, да и работу, говорит человеку, вышедшему из мест не столь отдаленных, найти сложно. Она бывает то временная, то больше сезонная, а здесь всегда обогреют, накормят, выделят кровать, но главное окажут неотложную социальную помощь. В газете была статья, что 16 человек, освободившиеся из мест лишения свободы, были трудоустроены через центр, занятия с населением, были трудоустроены и работают, и нормально все. И вот, в принципе, ну твердая зарплата, сами понимаете, и нормальная зарплата, да, и я бы, конечно, снял комнату и, естественно, жил бы уже как-то, добывая деньги для того, чтобы, ну, тем же трудом, чтобы купить уже в дальнейшем там какое-то жилье. Попытаться встать на ноги, чтобы, ну, отказаться от этих услуг, государственных услуг. Таких, как Евгений, людей, кому больше некуда идти, в ночлежки могут принять до 36 человек. Сейчас, конечно, мужчин больше, чем женщин. У всех разные жизненные ситуации, но, несмотря ни на что, по закону, каждый постоялец здесь может жить не более полугода. Сотрудники признаются, с наступлением морозов, желающих переночевать, становится заметно больше. Несмотря на определенный сезонный наплыв посетителей, помочь здесь обязаны каждому. Но при этом постояльцам необходимо выполнять определенные требования. Чтобы сюда поступить, нужно обязательно пройти анализы. Анализы – это обязательно должна быть флюорография, кровь на ВИЧ, на СПИД. Также дарматолога они должны пройти и психиатра. С этими анализами они могут к нам прийти и жить. Кроме разговоров и теплого места, человек здесь получит социальную помощь. Например, помогут восстановить документы, оформить инвалидность или пенсию, а также найти работу. Но у этого дома есть и свои правила – никаких спиртных напитков, гостей и дебошей. Работники этой социальной службы также выезжают мобильными бригадами, кормят нуждающихся прямо на улице. Приходят люди, около 30 человек, каждый день мы их кормим горячим питанием. За 2018 год у нас было сделано 96 выездов. Там идет первое блюдо горячее и хлеб. Нахождение в доме ночного пребывания, как они называются, это, в общем-то, не решение проблемы жизни человека, который сюда попадает. Потому что зачастую это проблема более широкая, это проблема семейных ценностей, это проблема как раз трудоустройства человека. Его социальное поведение иногда, к сожалению, обуславливается какими-либо психическими заболеваниями. Поэтому смотреть на эту проблему, конечно, надо более широко. И хотелось бы обратиться к нашим вот всем гражданам нашей республики, что если вы видите человека, который нуждается в этой помощи, это не значит, что он нуждается только в помощи помещения его в дом-интернат или в дом ночного пребывания. Это может быть другая совершенно проблема, когда нужно достучаться до его родственников, до него самого. Показать, что жизнь может сложиться совершенно по-другому, если он не будет закрыт и если не будет уходить от своей проблемы, а наоборот ей поделиться. В этот дом ночного пребывания могут попасть, конечно, не все нуждающиеся. Говорят, бывают и очереди. По данным профильного министерства, возможно, в будущем такие учреждения еще откроются. Меж тем, в Морел немало домов-интернатов, где можно и специализированную помощь получить, и проживать уже долгое время.